Доброго ранку! А что у вас на снятанок? Еще не вы решили? То хабайтесь за будь-яку из наших смачных подказок. Мы продолжаем перетворивать ваши любимые продукты на нереальный смак отток. И сегодня беремся за один из самых любимых вам фруктов. Его приятный, кисло-солодкий смак немовлята пизнают практически сразу после материнского молока. Его пьянкий аромат женщины готовы носить на себе каждый день в виде роскошных парфюмов. Его соковитый хрумкит смушает облизываться каждого, кто его почувствует. Вы поняли? Это наши родные яблоки. А ну, расскажите, что вы обычно готовите из яблок? Яблочный пирог. Шарлотку. Шарлотку. Шарлотку любим. Варенье. Печеные яблоки. Просто яблоки. И все? Тогда мы готовы вас удивить. От сегодня на вашем столе щодня новая, неимоверная яблочная страва. Ах! Уже я хочу! Уже я хочу! Талановитый кулінар и народная улюбленница Алла Ковачук, вместе с экспертами «Все будет смачно» подготовила для вас 10 удивительно вкусных и оригинальных страв с яблок. У этому перелику частування на будь-який випадок, от швидкого перекуса до весельных урочистостей. Димковичка и Алла Ковачка. Алла, это бомбисимо. Только с этими выходными, вместе с известным шоуменом Дмитром Коляденком, вы узнаете, как приготовить наисмачнейший в мире домашний яблочный сидр. Скуштуете дивовижно пухкие яблочные пончики с карамелью. О, потрачу на эти пончики два ведра. Та будете насолоджуватись смаком пряных фаршированих яблок. А до каждой стравы еще и купу секретов на додачу от Краины. И это только начаток. Страва, которой досталось первое место нашего рейтинга, вразит вас в самісенькое сердце. Вы закохаетесь в ней, как только увидите. Великолепный яблочный рай. А пока поспевчуваем Дмитрове Коляденкове. Він несподівано став власником десяти ящиків отбирных яблок. Наденька, привет, это Дима Коляденко. Слушай, у меня проблемы. Захотел сам себе снимать клип. Заказал у фермера яблоки. Он привез. Их очень много. Яблоки нужны были для клипа. Я хотел, чтобы, знаешь, в кадре были яблоки на снегу. Ну и все такое. Но вся команда, операторы, визажисты, стилисты и световики, они все улетели вот туда, на другой проект. Понимаешь, получается, что я подставлен. Клип отменяется. А яблоки есть. Не знаю, что делать. Проблема. Помогай. Выручай. Надо что-то или готовить, или их заквашивать, или... Ну, в общем, ты в курсе. Надя, как всегда, выручай Диму Коляденко. Дима, ну разве это проблема? Яблоки! Много яблок! Алла Ковальчук точно знает, что с этим делать. После нашей встречи ты не только вот с горой яблок справишься, а поверь, купишь еще новую порцию и будешь готовить каждое выходное. У тебя будет яблочное меню. Это универсальный продукт. Его можно кушать не только свежим, но можно приготовить бесчисленное количество вкуснейших блюд. Десерты, основные блюда. А они просто отлично сочетаются с мясом, с птицей, со свининой. А какие соусы на основе яблок. Пальчики оближешь. Я не верю своим ушам. Хочется поскорее наутиться. Если отправляешься за яблоками на рынок или в магазин, конечно, нужно выбрать качественный плод. Во-первых, спелый. Главное, чтобы плод был таким упругим, тверденьким, чувствовалось, что он сочный и не было никаких повреждений. И еще очень важно посмотреть, сейчас это распространено. Особенно, когда вы покупаете яблоки в магазине. Воск. Он как будто восковой пленочкой покрыт. Это значит, что его обрабатывали дифенилом. Специальный состав, который применяют для того, чтобы яблоки дольше хранились. Они могут так целый год лежать. Абсолютно. По традиции мы начнем с самого простого блюда. Я предлагаю приготовить оригинальное блюдо, от которого без ума как взрослые, так и дети. Ароматные хрустящие колечки яблок. Попробовав всего одну штучку, вы не сможете остановиться, пан Дима. Но при этом вы можете съесть их в огромном количестве, даже если вы на диете. Подождите, подождите. Это яблочные, несколько калорийные. Это яблочные чипсы? Да. Это яблочные чипсы. Я такое видел в супермаркете, но я не думал, что это можно приготовить своими руками. Так, у меня уже тихоцлюньки. Для приготовления чипса вам понадобятся яблоки, сахар, вода и лимонная кислота. Для чипса выбирайте яблоки с твердой, плотной мякотью. Лучше всего брать кисло-сладкие сорта. Я выбрала Антоновку. Каждому по яблочку. Для насыщенного вкуса чипсов мы яблоки пропитаем сахарным сиропом. Димочка, бери литровый сотейник. Насыпаем 150 граммов сахара. Стакан воды. И сюда мы добавим сейчас лимонную кислоту. Щепотки будет достаточно. Перемешиваем. Наша задача не уваривать, просто чтобы сахар растаял. А мы тем временем подготовим яблочки для чипсов. Мы не очищаем яблоко. Мы должны сейчас нарезать тонкие колечка. Ширина колечка 2 миллиметра. И теперь мы должны сердцевинку убрать. Сегодня, Надюшенька, я тебе говорила, чтобы ты приготовила пластиковые бутылочки. Значит, смотри. Чтобы быстрее было, мы берем три вот таких вот колечка. Смотри, Димасик. Яга. Димковочка и Алковочка. Алла, це бомбисимо. Колечки вырезали. Сироп закипел. Сахар растворился. Сюда сейчас высыпаем вот эти вот нарезанные колечки. Сироп равномерно пропитает яблочки все. И мы вот в таком виде оставляем наши кольца на 15 минут. 15 минут прошло. Это очень хорошо. Надюшенька, ты включай духовку. Духовка 110 градусов. Лишняя влага нам не нужна, поэтому слайсы яблок мы выложим на тарелку с бумажными полотенцами. Они с легкостью впитывают воду. И к тому же изготовлены из стопроцентной целлюлозы, что позволяет выкладывать на них пищевые продукты. Наденька, держи полотенце. Выстилай. Уже хочу попробовать. Быстренько выкладываем. Наденька, на тебе еще полотенечко. Сверху мы тоже должны промакнуть. Ты промакивай, Надюшенька, а ты, пожалуйста, подготовь противень и пергаментную бумагу. Выкладывать так, чтобы яблоки не прикасались друг к другу. Бери и в духовку. О-ля-ля. Ну, яблочки мои. Духовка разогрета 110 градусов. Наши яблочные чипсы будут находиться там полтора часа. Но через 45 минут мы откроем духовку и перевернем чипсы, для того, чтобы они равномернее просушились. У нас невероятный аромат на кухне. Волшебство, какой-то яблочный рай. Чипсы готовы, достаем и будем пробовать. А красивые какие, золотистые, просто прелесть, посмотрите. В духовке чипсы подсохли, они стали чуть меньше, и они стали слегка волнистыми. Это значит, что чипсы готовы. Уже готовы, можно пробовать? Класс. Ну что, приятного аппетита. Спасибо большое. Надя. Похрустим. А ну-ка, ну-ка, хрум-хрум-хрум. Сладенькие. Ой, как здорово. Невероятно вкусные, да еще и полезные чипсы, Алла, это просто находка. И как перекус, и как десерт, лакомство изумительное. А еще можно яблочные чипсы окунуть в растопленный шоколад, в холодильник, застыть, и потом прекрасный десерт. А посмотрите, какое красивое блюдо. Да. Так, это только начало. Мы продолжаем наш яблочный пир. Подать что-то оригинальное или приготовить быстрое такое что-то к завтраку, нет ничего проще. Это блюдо выручит вас при любых обстоятельствах. За считанные минуты вы порадуете своих близких оригинальным десертом. Поверьте, восхитительны, ароматны и безумно вкусные яблочные кольца в кляре. Яблочные кольца в кляре, я знаю. Не оставят никого равнодушным. Сейчас ты научишься готовить эти кольца. Класс, хочу. Для приготовления оригинальных пряных яблочных колец вам понадобятся яблоки, сахар, мука, сливки, растительное масло, яйца, корица, соль и разрыхлитель. Нам понадобится три крупных яблока. Для колец я, как обычно, использую сладкие яблоки. Это сорт Red Delicious. В них мягкая такая и нежная мякоть. При тепловой обработке выделяется сахар, но поскольку мы их достаточно быстро будем обжаривать, сахар не успеет закарамелизироваться и будет казаться, что внутри колец вот такой нежный яблочный джем. Уже хочу! Уже хочу! Очищаем ровненько, тоненько, снимаем кожицу. Аллося, а ты пользуешься вот такими машинками, чтобы сердцевинку из яблока удалять? Я слышала, это необыкновенно удобно. Очень удобно. У меня есть и даже, я тебе скажу, две, только разной формы. А что это за машинка? Это специальный нож с острым таким круглым наконечником. Им легко пользоваться. Просто воткните нож вместо плодоножки и вдавите. И тогда сердцевинка вырезается и остается именно в самом ноже. А еще есть специальный нож-измельчитель специально для яблок. Одно движение, и он не только вырезает сердцевинки, но и сразу разрезает яблоко на ровные аккуратные дольки. В общем, честно говоря, это нужная вещь на любой кухне. И не спешите бежать в магазин. Можно почитать характеристики, выбрать и заказать приспособление в интернете. Почистили. И теперь нарезаем точно так же, как и для яблочных чипсов, толщина один сантиметр. Теперь нам нужно избавиться от серединки, вот этого вот цветочка. Поэтому, Надюшенька, я тебя прошу, дай нам рюмочки. И мы рюмочкой вырежем красивее. Так, бери мисочку, Дим. И туда мы складываем вот эти вот кольца. А мы займемся кляром. Чтобы кляр получился нежным, мы его приготовим на сливках. О, боже. Наливай. 200 миллилитров. Так, я сейчас возьму яйцо. Ма, котяра. Ням-ням. Яйцо прямо сюда. Надюшенька, давай венчик. Даю. Дима взбивает сливки с яйцом. И будь добр, дай мне сковородочку. О, какая красивая сковородка, Надя, да? Очень, Надя. Моим незаменимым помощником на кухне стала эта сковорода, которая изготовлена из природных компонентов. Благодаря каменному покрытию она быстро пригревается и равномерно распределяет температуру. А главное, вы можете использовать в два раза меньше масла, и при этом продукты не пригорят. Супер. Потрясающе. Сейчас проверим, Надюш. Нам понадобится 200 миллилитров растительного масла. При жарке кольца должны быть полностью покрыты маслом. Дай, пожалуйста, небольшую мисочку. Наденька смешает сухие ингредиенты для кляра. 120 граммов муки. Щепотка соли. Две столовые ложки сахара. Три грамма разрыхлителя, это пол чайной ложки. И для того, чтобы придать нашим яблочным кольцам аромата, мы добавим что? Корицу! Пол чайной ложки. Сухие ингредиенты всыпаем вот сюда к сливкам, к яйцу. Так, интенсивнее. Комочков не должно быть. По консистенции должна быть 20-процентная сметана. Три кольца отправляй в кляр. Вилочку дай, Диме, Надюша. Берешь миску с кляром, быстренько, аккуратно выкладывай сюда. А пока кольца жарятся, мы приготовим ароматную присыпку. Берем мисочку. 4 столовые ложки сахара насыпайте туда. И на тебе, пожалуйста, корицу, пол чайной ложки, то есть это четверть столовой. Насыпь, перемешивай. Ой, какой аромат пошел, слышите? Угу. Бери чистую вилочку. Кольца должны быть, знаешь, такой вот янтарного цвета, не надо сильно пережаривать. Вот так, отлично. Наденька, пожалуйста, тарелку застилаем бумажным полотенцем и будем сейчас на бумажное полотенце снимать обжаренные яблочные кольца. Бумажное полотенце впитает в себя весь лишний жир. Готово. Это партия яблок уже обжарилась. Аккуратненько, вот так вот вилочкой. Раз. Ммм, красота. Быстренько в присыпку каждое колечко и на блюдо на отдельное уже для презентации. Точно так же дожариваем и панируем остальные кольца. Ну что, будем пробовать, Дима? Да. Благодарю. Ммм, нам, нам, нам. Диме все остальное. Правильно, поставь на входе для себя, большой. Ммм, невероятно нежные. Да? Внутри яблочный джем. Да. Сладенький. Чувствуется корица. И просто как десерт великолепный, честно. Прям воздушный совершенно. По-моему, это шикарный завтрак утренний. И вот это нежное, сладкое-сладкое, что-то, что-то, что-то бесподобное. Не могу остановиться. Я еще, девочки. Это последнее. Потому что ты должен оставить здесь место еще для восьми блюд из яблок. Это десерт, настоящий кулинарный шедевр. Попробую его впервые. Вот, честно, я признаюсь, я была просто в шоке. Настолько вкусного и красивого, освежающего блюда я, честно говоря, не пробовала. Это что это, Алла? Что это, что это? Я хочу это уже слышать. Автор этого блюда, молодой и очень талантливый повар, который мы все знаем и любим, это... Женя Клопотенко! Дима Каледенко! Женя, Женя Клопотенко. Жени сейчас нет с нами, но мы свяжемся онлайн, и он все нам покажет, расскажет. Алла, ну, дядя, Дима, привет! Клоп, привет! Что это за блюдо такое, которое ты тщательно скрываешь? Рассказывай уже, пожалуйста. Не терпится узнать. Давай же уже колись, а то будет харакири, Женя. Сегодня я вам покажу один прекрасный рецепт, как приготовить что-то необычное. Итак, мы приготовим яблоки с лимонным муссом. И для этого нам понадобятся яблоки, сахар, лимон, яйца, желатин и чуть-чуть мятки. Итак, для начала берем желатин. Нам нужно 15 грамм желатина, это примерно одна столовая ложечка желатина. Теперь берем полстаканчика водички и наливаем. И пускай он набухает. А дальше я приготовлю остальные ингредиенты. Я возьму два лимона. Нам нужно снять цедру. Срезаем вот такие вот слайсы. Без белого основания, это очень важно, потому что это белое основание, оно обычно горчит. Берем сотейничек и в этот сотейничек выдавливаем сок из двух лимонов. Около 120 миллилитров водички добавляем. Для того, чтобы не был такой сильно концентрированный лимонный вкус, добавляем цедру. Теперь берем сахар и добавляем 5 столовых ложек сахара. Чуть-чуть так сахар размешаем и ставим на огонь. И доводим до кипения, а потом делаем огонь меньше. А тем временем я возьму яблочки. Эти яблочки называются Джона Голд. Есть такой сорт. Нам нужно вырезать серединку. Как это делать? Нам нужно возле черенка оступить примерно по одному сантиметру. И сделать такой квадратик. Такой вот надрез. Теперь аккуратно, нежно берем и, смотрите, выдавливаем. Теперь сделаем такую же процедуру со вторым яблоком. У нас получились вот такие два яблочка. Теперь берем яблоки и разрезаем по горизонтали. Толщина где-то 1 сантиметр. Получилось у нас такое разобранное яблоко. Есть раз. Берем второе яблочко и отправляем яблочки в наш лимонный сиропчик. Буквально полторы минутки, пускай яблочки побудут в этом горячем сиропчике. Итак, берем мисочку. Наши яблочки стали очень мягенькие такие. И очень сладко-лимонные. И второе яблочко. Яблочки проварились буквально полторы минутки, и мы уже можем их доставать. Наш лимонный сиропчик должен остыть, поэтому я его снимаю с огня. Потому что позже мы будем в него вводить желатин. Так как цедру я нарезал крупно, теперь ее нужно достать. Оп. А теперь будем взбивать белки. Для этого нам нужно 4 яйца. Теперь берем миксер. В пышную пену мы взбили белочки. За это время наш лимонный сиропчик уже остыл, и мы можем вводить в него желатин. И перемешиваем все очень аккуратно и нежно. Дальше мы будем делать наш лимонный мусс. Для этого мы продолжим взбивать наши белки и будем добавлять туда лимонный сиропчик с желатином. Поехали. Теперь давай наш венчик. И смотри, если наше масло упругое и держится на венчике, значит, это обозначает, что готово. Теперь перегружаем вот так аккуратно наш мусс в кондитерский мешок. Оп. Будем заново собирать наши яблочки. Берем сначала донышко и по кругу яблочка выкладываем наш мусс примерно толщина полтора сантиметра. Накрываем вторым кусочком, который чуть-чуть больше по размеру. И делаем ту же самую процедуру. Берем теперь последний слой. Вуаля. Отлично. Таким же образом собираем и второе яблоко. Готовые яблочки с лимонным муссом я поставлю в холодильничек на полчаса для того, чтобы десерт застыл. Яблоки с лимонным муссом готовы. И сейчас я буду их пробовать. Это поднимает тебя на небеса. Боже, это так прекрасно. Потому что мне кажется, что вот если вы когда-то кушали тучку или мечтали покушать кусочек облачка, вот это вкус как у облачка. И вот эта веточка мяты, она абсолютно освежает. Как будто ты лежишь на тучке и кушаешь десерт. Вы должны это попробовать. Я просто настаиваю на том, чтобы вы это попробовали, потому что это прекрасно. Лимонный мусс, яблоки. Да, я думаю, это очень вкусно. Восхищайтесь. Я это знаю. Я вкус знаю этого блюда. Все, не буду вас больше дразнить. Дима, Алла, Надя, пока-пока-пока. А я отправляюсь дальше кушать этот десерт. Жень, спасибо тебе, пока. Встретимся на тучке. И знаешь, поверь мне на слово, вот это вот блюдо, это действительно превосходное, вкусное и как в ресторане. В ближайшее время я обязательно порадую своих близких такими прекрасными вкусными яблочками. Но нет времени расслабляться, потому что мы подошли к седьмой строчке нашего яблочного рейтинга. Ура! Мое любимое число! Следующее блюдо в моей семье считается традиционным. Когда его я готовлю, то дом наполняется таким, знаешь, удивительным ароматом, уютом. Вот все на время забывают о своих делах и собираемся вместе пьем чай. Ну что может быть лучше десерта, который мы уже готовили, яблочные кольца? Вот подходит под описание. Нет. Нет? Нет, 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 ну мы не будем повторяться. Будут еще лучше и вкуснее? Вы же знаете, что ничто не может сравниться с домашней выпечкой. И в особенности, если это яблочные пончики с карамелью. Ух, как звучит! Чтобы приготовить яблочные пончики, возьмите яблоки, муку, яйца, сахар, разрыхлитель, корицу, ванильный сахар, растительное масло и соль. Пончики мы будем выпекать в духовке. Поэтому, Наденька, включи, пожалуйста, духовку 180 градусов, пусть разогревается. Мы приготовим 12 пончиков. Для такого количества нам понадобится 300 граммов муки. И насыпаем 2 неполных стакана. Сюда добавляем чайную ложку разрыхлителя. И щепотку соли сюда. Наденька, для тебя тоже задание есть. С удовольствием. Сейчас мы взобьем 2 яйца, я дам, и стакан сахара. К сухим ингредиентам добавляем четверть чайной ложки корицы. А Наденька к сахару добавляет чайную ложечку ванильного сахара. Для аромата. Для аромата, да. Взбивать, Аллофи? Да! Так, сейчас мы добавим 100 миллилитров растительного масла вот в эту массу. Теперь мы должны смешать муку с яичной смесью. Добавляем муку. Чистаем, перемешиваем. Все, Димочка, прекрасное тесто. Алла, а это же пончики яблочные. А где я? Я не знаю. Мы не забыли ничего? Сейчас пришла очередь главного ингредиента – яблочко. Для пончиков я выбрала кисло-сладкие яблоки сорта Айдорет. На 12 пончиков нам понадобится 3 средних яблочка. Сначала мы должны очистить яблоки от кожуры. Давайте займемся этим быстрым. Да. Вот нам и овощечисточки. Теперь разрезаем яблочки на 4 части. Так. Вырезаем сердцевинку. И мы должны сейчас яблочки измельчить в пюре. Ну что, поехали? Поехали. Из этого пюре мы должны отжать сок. Наденька, ты подай марлечку. В узлы к БРМ. И отжимаем сок. Ого, какие сочные яблоки, да? Да. Как хорошо Дима отжал. Добавляю в тесто. Теперь, Димочка, ты должен яблочки соединить с тестом, чтобы тесто было однородное, чтобы яблочки отдельно у нас не выступали. Тесто готово. Я его отставляю. Надюшенька, давай противень. 12 пончиков мы будем выпекать на двух противнях. Их нужно застелить пергаментом. И сейчас я вам расскажу одну маленькую хитрость, манюсенькую. Мы сейчас на пергаменте должны нарисовать трафарет карандашиком. Надюшенька, будь добра, подай чашечку диаметром 6 сантиметров. И, пожалуйста, карандаш будет на одном противне 6 пончиков. Мы переворачиваем. И видишь, Димушечка, все видно? Да. Теперь вот на противень мы смазываем растительным маслом. Мы берем кондитерский мешок вот такой вот с круглой насадочкой. Это тесто мы должны переложить в кондитерский мешок. Так, и теперь по линии трафарета мы просто-напросто выдавливаем. Вот умничка. Алла, Надя, по-моему, великолепно. Ты умничка. Кстати, пончики еще можно сделать в специальных силиконовых формочках. Они бывают разных размеров, и ими очень удобно пользоваться. Я видела сотни силиконовых формочек, но иногда теряешься в магазине. Какие выбрать? Если взять формочку и принюхаться к ней. Высококачественный силикон ничем не пахнет. И еще один важный момент. Формочка не должна быть очень тонкой. Иначе она деформируется уже во время второго использования. А вот для пончиков формочки я никогда и не встречала. Это не проблема. Сейчас все, что угодно, можно найти в интернете. Очень просто и быстро. И из дома выходить не нужно. Отлично справился, Димочка, с пончиками. И сейчас мы можем отправить два противня в разогретую духовку. Выпекаем пончики 20 минут. Пончикам осталось выпекаться 10 минут. А мы не будем стоять руки в карман. Мы приготовим карамельный соус. Вам понадобится сахар, вода, сливки и сливочное масло. Мы будем варить карамель. Поэтому бери сотейник, пожалуйста. Мы насыпаем 250 граммов сахара. И добавляем сюда 2 столовые ложки воды. И будем варить карамель до золотисто-яндарного цвета. Для соуса нам еще понадобятся сливки. И для того, чтобы не было резкого перепада, сливки мы должны подогреть. Давай еще такой сотейничек. Так, температура карамели 180 градусов будет. И если влить холодные сливки, то у нас будет фейерверк карамельный просто-напросто. И мы наливаем сюда 100 миллилитров сливок. До кипения не доводим. Как только по краю начнут образовываться манюсенькие пузырьки, отключаем. Отлично. У нас как раз есть время расслабиться и выпить ароматного чая. С удовольствием. Угощайтесь. Спасибо. И для такого восхитительного утра я выбрала черный цейлонский чай с ароматом клубники. Чай обладает насыщенным богатым вкусом классического цейлонского чая в сочетании с летней ягодной нотой. Свежесть в каждом глотке. То, что нужно для бодрого утра. Мы смотрим, что появляются. Маленькие пузырьки. Убираем. А, Луся, убираем. Так быстро. Карамель стала янтарного цвета. Смотрите. Мы выключаем и выливаем в карамель 100 миллилитров сливок тонкой струечкой. И быстренько перемешиваем. Мы сейчас добавим сюда 50 граммов сливочного масла. И карамель готова. Достаем уже пончики. Они румяные. Пахнут. Ну просто красота. Обратите внимание. Мы пончики должны карамель окунуть. Так. И теперь мы должны вот только-только верхушечку закарамелизировать аккуратно. Вот. Ой, какая красота. Какие глянцевые. Красота. Да-да-да. Будем вот эти, да? Ну что, будем пробовать? Ура! Конечно. Ура! Налетай! Ой, Аллочка, я теперь прекрасно понимаю, у ваших родственников уже кружится голова от этого запаха и от этого вкуса. Слушайте, но это скорее не пончики традиционные такие воздушные. Нет, нет. А нежнейшее, воздушное, вкуснейшее, легкое яблочное печенье с глазурью. О, потрачу на эти пончики два ведра. Буду есть сутками. Аллочка, тебе будет очень трудно и трудно превзойти вот этот великолепный результат. Надюшенька, спасибо, конечно, за такие теплые и красивые слова по отношению к пончикам. Но, следующий рецепт непременно вас удивит. Что-что, а такое блюдо вы уж точно не пробовали. Но вы еще больше удивитесь, когда узнаете, кто научит нас готовить это блюдо. Это даже будут не взрослые повара. Это будут участники проекта «Мастер-шеф» Данила Кива и Настя Вороная. Класс! Дебют нового кулинарного дуэту «На все будет смачно». Зустречайте, дети, которые умеют и обожняют готовить. Настя Ворона впевнено обошла до десятки лучших юных кулинаров-аматеров Украины. Та Данило Кива – финалист первого сезона «Мастер-шеф» Діти. Під час кулинарных випробований Настя та Данило довели. Вони чудова команда. Привет, дети! Привет, родные! Привет, привет! А это Димка. Да, дядя Дима. Узнали, да? Знаете, что мы для вас сегодня приготовим? Ни за что не поверите. Мы все едим его практически каждый день. Но из яблок вы вряд ли его готовили. Насыщенный, вкусный, пикантный яблочный суп. Да-да, именно. Слушайте, ну вы удивляете. Яблочный суп, мы вообще и представить такого не могли. Вы будете еще больше удивлены, когда попробуете его. А для того, чтобы приготовить оригинальный яблочный суп, возьмите яблоки, сливочное масло, соль, сахар, корицу, молоко, сливки и лимонный сок. Для яблочного супа мы должны карамелизировать яблоки. Данил, растопи, пожалуйста, в сотейнике 50 грамм сливочного масла, а я пока подготовлю яблоки. Понадобится 3 яблока. С одного из них я отрежу 2 слайса, толщиной примерно по 3 миллиметра, и отложу их в сторону для украшения. Остальные я почищу, чтобы кожица не чувствовалась в супе. Также надо вырезать сердцевинку с косточками. В сотейнике уже растопилось сливочное масло, добавим в него 100 грамм сахара, чтобы закарамелизировать яблоки. Это примерно 4 столовые ложки. Дождемся, пока сахар растворится. Ты мешаешь сахар, чтобы не пригорел. А я порежу яблоки на небольшие кусочки, по полтора сантиметра, так они лучше закарамелизируются. Яблоки на самом деле очень вкусные, кислые, такие, как и должны быть. Сахар уже растворился, закарамелизировался и начал немного коричневеть. Можно уже скидывать яблоки. Перевешиваем и обжариваем, пока каждый кусочек яблока не покроется румяной-румяной корочкой. А я пока подготовлюсь к презентации. Возьмем небольшой кусочек сливочного масла, примерно 10 грамм. Слайсики яблок нужно обжарить с двух сторон до золотистой корочки. И немного потрошу корицей, она лучше раскроет аромат на горячих яблоках. Яблоки понемногу уже начинают прожариваться. Переворачиваем на другую сторону. Хорошо пахнет. Яблочки для украшения готовы. В сотейнике яблоки уже тоже закарамелизировались. Чтобы сохранить красивый цвет яблок и немного усилить вкус, добавим лимонного сока. Хватит и одной столовой ложки. Наш сок молочный. Но чтобы вкус был более ярким и насыщенным, сливками смешаем с молоком в равных пропорциях. По 100 миллилитров. Я добавлю еще немножко корицы. Яблоки и корицы это же самое лучшее сочетание. Согласен. Четверть чайной ложки корицы только улучшит вкус нашего супа. Этот суп очень быстро варится, только начнет закипать и можно выключать. Мне он безумно нравится. Это мой самый любимый суп. Настя, смотри, суп уже начал закипать, поэтому можно выключать огонь. Конечно. У нас будет яблочный суп-пюре, поэтому погруженным блендером измельчим его в однородную массу. Всего несколько минут и суп готов. Аромат, ты с ума сойти. Смотри, какой чудный получился суп. Я хочу тоже попробовать. Будем пробовать. А я для украшения в центре каждой треночки положу по яблочному слайсу. Ммм, как вкусно. Он невероятно вкусный. Легкий и сладкий, кислинка чувствуется. Яблоки, сливки, корица. Я могу съесть всю кастрюлю. Ну, хоть мне что-нибудь оставь. Вы тоже должны его попробовать. Приготовьте его обязательно. Вы умнички. Спасибо большое. Увидимся еще. Давайте. Спасибо, ребятки. Пока-пока. Тём-тём-тём. Пока-пока. Какие же они молодцы. Блюдо готовится с легкостью. Настоящий, изысканный кулинарный шедевр. А мы, наконец-то, добрались до пятерки самых удивительных блюд из яблок. Надюш, ты знаешь, что я фанатка различной выпечки. И в моей кулинарной тетрадке есть множество разных рецептов. Но пятерку лидеров открывает мое самое любимое блюдо. Оригинальный, праздничный и бесподобно вкусный отрывной яблочный пирог. Отрывной? Отрывной, как Димка. Ту-ту-ту. Только представьте, дольки ароматных яблок завернуты в нежное, воздушное дрожжевое тесто. Ну, разве можно что-то сравниться с этим? Хочу это увидеть. Давайте начинать. Так, для отрывного пирога вам понадобятся яблоки, молоко, дрожжи, сметана, сахар, соль, мука, сливочное масло, яйцо и ванильный сахар. У нас будет большой праздничный пирог диаметром 30 сантиметров. Ой! И первым делом мы должны приготовить дрожжевое тесто. Берем сотейничек, Дима нальет молоко, 300 миллилитров. Мы должны молоко нагреть до температуры 40 градусов. Расскажи, пожалуйста, как ты будешь проверять 40 градусов? Как я буду понимать, что оно горячее? Во-первых, я сначала вижу 40 градусов. Значит, надо попробовать, чтобы дым шел вот так вот. Вот дым, а теперь возьми язычком попробуй. Все-таки перегрели молоко. А, уже не 40, а 60? Теперь давай мне миску буду остужать. Так, дальше. В этом сотейнике мы возьмем 100 граммов масла. Мы должны его полностью растопить. Вот в этом молоке мы будем разводить дрожжи. Но сначала, чтобы было что кушать дрожжам, мы сюда добавим сахар. Три столовые ложки. Теперь берем сухие дрожжи, две чайные ложки. Теперь, Надюшенька, давай муку. Мы добавим столовую ложку муки. Перемешиваем? Перемешиваем, да, перемешиваем. Все, Димочка, этого достаточно. Я накрою и отставлю на стол буквально на 5-7 минут. А теперь берем две большие миски. Надюша, тебе миска для сухих ингредиентов. А тебе, Димочка, для мокрых. Надя, насыпь в свою миску 4,5 стакана муки. И добавляем туда щепотку соли. А ты, тем временем, два яйца. Мы должны взбить их до однородности. Все. Теперь масло. Ты взбиваешь, я тонко струйку лью, для того, чтобы яйца у нас не свернулись. Давай. О, смотри, какая шапочка. Видишь? Дрожжи начали хи-хи-хи делать, да? Теперь смотри, опару аккуратненько я выливаю сюда, в миску с яйцами. Мы добавляем сметану, полторы столовых ложки. И теперь постепенно в жидкие ингредиенты вводим сухие. То есть сначала венчиком, затем перейдем на руки и будем замешивать мягкое эластичное тесто. Димусик, ты просто умничка. Так, Димочка, вот тебе миска, в которой ты начинал замешивать тесто. Выкладывай туда вафельное полотенце, накрывай и отправляй на стол на 30 минут. 30 минут прошло. Тесто еще может чуть-чуть постоять, а мы тем временем должны приготовить яблоки для нашего пирога. Наденька, включи духовку на 180 градусов. Лучше всего взять сочные, кисло-сладкие сорта яблок. Мы будем использовать яблоки сорта Pink Lady. У них насыщенный аромат и такая вот сладкая, с легкой кислинкой мякоть. Для этого пирога нам необходимо взять 5 яблок. Яблочки нужно очистить от кожуры, затем мы разрежем и очистим от серединок. А на сколько частей нужно разрежать? Сейчас мы разрежем на 4 и уберем сердцевинки, а затем еще на 4. Приблизительно у нас должны быть такие кусочки, вот где-то сантиметр-полтора. Бери, пожалуйста, мисочку. Каждую дольку мы должны... Фанатом высылать? Нет, это не тот случай. Запанировать. И сделаем мы такую панировочку. Сахар и ванильный сахар. Поэтому сейчас вот в эту миску мы насыпаем 3 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Складываем в эту миску наши яблочки. Теперь как варенички, да, хорошенько. И вот так, тюк-тюк-тюк-тюк. Сейчас возвращаю яблоки. Возвращаем наше тесто. Чуть-чуть муки, Надюшенька, подпыляй дощечку. И сейчас перемни его чуть-чуть. Надюшенька, давай скалочку Диме. Сейчас это тесто я разделю на 2 части. И мы сейчас должны тесто раскатать в пласт толщиной 1 сантиметр. Наденька, а ты подготовь круглую неразъемную фуру. Класс вообще. Теперь берем стаканчик или чашку. Диаметр должен быть 6 сантиметров. Давайте. Мы уже это делали. И вырезаем очень экономно. У нас должно получиться 34 таких кружочек. Ого! Теперь убираем вот эти все обрезочки. И сейчас мы слепим вот эти все наши пирожочки. А потом продолжим работать с этим тестом. Так, я беру яблоки. Теперь мука. Как вареники, ничего сложного нет. Чуть-чуть. Теперь берем яблочко. Ставим его в серединку. И закрываем концы нашего теста. И вот так вот слепливаем. Получился вот такой пирожок. Так каждый кусочек. Нужно подготовить формочку. Формочка! Застилаем пергаментом ее. Мы сейчас должны пергамент и бока формы смазать сливочным маслом. Каждый пирожок вот так вот плотненько друг к другу мы выкладываем по краям. Центр формы также заполняем пирожочками с яблоками. Теперь, перед тем, как отправлять пирог в духовку, мы должны накрыть его тканевым полотенечком и оставить на 15 минут, чтобы немножечко тесто начало подходить. И на стол. 15 минут прошло. Неси. Так. А для того, чтобы на поверхности была румяная корочка, мы должны смазать этот пирог взбитым желтком. Так, отделяй. Вилочкой взбивай. Так, смазывай. А я пересыпала с большой миски остатки сахара и ванили, в которой у нас были яблочки. Мы сверху присыпем вот этим сахарком. Посыпаем. О, прелесть. Отправляем в духовку? В духовку. Температура 180 градусов на 40-45 минут. Ощущаете ароматика? Еще бы. Да, я вижу, слюнки капают. А ну-ка, проверь. Ой, какой аромат, вы слышите? А красота. А красота какая. А теперь возьми, пожалуйста, шпажку. Протыкаем шпажкой. Теста нету? Ничего нету. Значит, готово. Ура! Давай сюда. Ну что, можем пробовать? Мы немножечко подождем, чуть-чуть остынет и будем пробовать. Хорошо, Дима? 20 минут прошло. Тяжелые минуты были. Дима прямо сильно хотел пирога. Ну, отрывной. Отрывной. Так давайте отрывать. Отрывай. Ой, какая прелесть. Какое тесто. Класс. Я ем такое блюдо впервые, загадаю желание. Давай. О, боже. Нежное, ароматное тесто, а внутри сочное, мягкое, вкусное яблоко. Слегка выделится сок, но тесто от этого не стало слишком влажным. Нет. Получается восторг просто. Мне очень нравится. Какая булочка просто великолепная. Аллочка, это просто чудо. Без тебя, без этого рецепта, без тебя, Наденька, мои бы яблоки просто, знаете, взгнили, пропали. А так, какое счастье, какой праздник. Какая красота украинская, еще и вкусно. Сегодня вы узнали шесть бесподобных, невероятно вкусных блюд из яблок. Смело готовьте их и получайте заслуженную похвалу. Я уверена, что эти блюда не оставят никого равнодушным. А сейчас запишите короткие рецепты сегодняшних страв. Яблочные чипсы. Зварите цукровый сироп. Додайте до воды цукор и лимонную кислоту. Проварите до разчинения цукра. Яблоко нарежьте слайсами, вирежьте сердцевинки, залейте сиропом, настоюйте 15 хвилин. Потом подсушите кольца яблоку, разогрите до 110 градусов духовців продовж 45 хвилин с каждого боку. Яблочные кольца в кляре. Яблоко очистите от шкирки, нарежьте кольцами, вирежьте сердцевину. Для кляра. Борошно смешайте с цукром, селью, розпушивачем и корицей. Вирежки взбите с яйцем, поступово підмесіть борошно. Яблочные кольца занурьте в кляр и обзмажьте в разогритой олії до золотистої скоринки. Гарячие кольца обкачайте в сумиши цукру и корицы. Яблоко с лимонным мусом. Вышивьте с лимонного сока, добавьте воду, цукор и лимонную цедру. Закипятите. Очищені від сердцевини яблука нарежьте кольцами. Выкладите их в лимонный сироп, проварите 2 хвилини, потім выкладите на тарелку. Из сиропа дистаньте цедру, слегка остудите и добавьте на бряклою воду желатин. Збейте белки, введите в них тонкую цивкою сироп желатином. Продовжуйте взбивати до стойкою пишної маси. Витисніть лимонный мус на кольце яблук у такому порядку, чтобы яблука знову набули початкової форми. Охолодите их впродовж 30 хвилин, прикрести м'ятою. Яблучні пончики з карамельним соусом. Борошно змішайте з розпушувачем, сіллю і корицею. Яйця збейте з цукром, додайте ванільний цукор та олію. З'єднайте борошно з яєчною сумішчю. Яблука очистять від шкірки, виріште серцевинки і потрібніть на пюре. Витисніть зайвий сік, викладіть яблучне пюре в тісто і перемішайте. Намалюйте на пергаменті однакові кружечки. З воротною стороною покладіть пергамент на деко. Витисніть тісто смужкою по лінії трафарету. Випікайте пончики в розігріті до 180 градусів до ховці 20 хвилин. Для карамельного соусу додайте до цукру воду, проваріть до золотистого кольору. Потім додайте підігріті вершки та вершкове масло. Перемішайте. Занурте пончики в карамельний соус. Яблучний суп. Яблука почистіть та поріжте кубиками. Окремо відкладіть два яблучних слайси. Ростопіть вершкове масло, додайте цукор, зваріть сироп. Потім викладіть яблука, проваріть в сиропі до золотавості. Додайте лимонний сік, корицю, молоко та вершки. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню. Збийте масу до стану пюре. Окремо обсмажте на сковороді з вершковим маслом яблучні слайси з корицею. При подачі прикрасьте супслайсами підсмажених яблук. Відривний яблучний пиріг. У підігріти молоко додайте дріжджі, цукор, одну столову ложку борошна. Перемішайте. Залиште оперу на кілька хвилин. Збийте яйце, додайте вершкове масло, опару та сметану. До борошна додайте дрібку солі. Всипте борошно в рідку масу і замісіть тісто. Залиште його, підходити на 30 хвилин. Яблука очистіть від шкірки, виріжте серцевинки і наріжте скипками. Запаніруйте в суміші цукру та ванільного цукру. Розкачайте тісто, виріжте чашкою кружечки, викладіть на кожен кружечок по яблучній скипці і защіпніть краї як варенника. Перекладіть заготовки у форму, застелену пергаментом і змащену маслом. Залиште на 15 хвилин підходити. Потім змасіть поріг збитим жовтком і присипте цукром з ванілью. Випікайте в розігріті до 180 градусів духовці 40 хвилин.